Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Никогда ожидания не расходятся с реальностью так решительно и грубо, как во время кризиса. Эй, мальчик! Хочешь получить пакетик леденцовый и прокатиться? А? Компания Daimler AG совсем недавно с невероятной помпой, открывшая отверточное производство автомобилей в России, как и положено транснациональной компании, тратила немалые деньги на рекламу. Руководители просто восторг. Я горжусь нашей командой, которая по сути своей является большой семьей. Я думаю, основное, чем я могу гордиться, это новые открывающиеся перспективы. Однако корпоративный лозунг «Мы все, Daimler» на этой неделе немного потускнел. Неизвестно, попадают ли в 15 тысяч уволенных сотрудники российского филиала, но учитывая то, что продажи автомобилей в нашей стране могут упасть в два раза в этом году, нетрудно угадать, кого своих или иностранных рабочих будут выбрасывать за борт первыми. Впрочем, самим-то рабочим какая разница? Базирующаяся в Штутгарте корпорация Daimler готовит своих менеджеров к жестким разговорам с сотрудниками, которые выступают против сокращения рабочих мест. Во внутренней инструкции компании, оказавшейся в эксклюзивном распоряжении нашей газеты, управленцам дают поручение максимально внятно и коротко сообщать людям о расторжении договоров, исключая любые переговоры. Сообщение об увольнении должно занимать 15 минут, максимум 30. А еще лучше уместить неприятный разговор в три предложения. Газета Штутгартернархрихтен позволяет заглянуть на корпоративную кухню и убедиться, как мало общего изнанка этой кухни имеет с праздничным рекламным фасадом. Дело тут, конечно, не в Германии, не в Daimler с его Мерседесом. Так везде. И вы, конечно же, узнаете в этих цитатах собственного работодателя. Ты уволен? Уволен? Нет, пожалуйста, нет, меня нельзя увольнять. Нет, я уволен. 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 Менеджеры должны приготовиться к различной реакции подчиненных. Например, к заявлениям «Моя жена, мой муж серьезно больна» или «Почему я должен платить за ошибки менеджмента» или «Вы всегда хотели от меня избавиться» или «Вы сошли с ума в такое неспокойное время» Менеджерам необходимо отвечать с уважением, но помнить о важности скорейшего подписания соглашения о расторжении трудового договора. Оказывается, искусство увольнять – это тоже товар. Daimler свой увольнительный алгоритм отдельным пакетом продала дюссельдорфская консалтинговая контора «Рунштадт и партнеры». А если вы не согласитесь, на этот счет у председателя Совета директоров Каллениуса, улыбающегося миру в роликах на Ютубе, есть отдельная инструкция. Упрямым необходимо разъяснить. Тогда для вас все поменяется, и в будущем вам придется столкнуться с неопределенностью на рабочем месте. Кроме того, отказ от подписания увольнительный может сказаться на дальнейших перспективах трудоустройства. Вот так, вежливо и педантично. Заметим, это не самая брутальная компания. Зарплата рабочего на «Мерседесе» может доходить до 9 тысяч евро в месяц. Многим увольняемым предлагаются компенсации пока. Кстати, чтобы менеджеры не миндальничали, их тоже будут оптимизировать, но не с такой скоростью. Что я должен им сказать? Возможно, изменения в вашей карьере положительно подействуют на ваших детей. Ага. Положительно подействуют? Я получаю 90 тонн в год. А безработица даст баксов 200 в неделю? Это и есть положительное воздействие? Нам станет намного уютнее, ведь я не смогу выплачивать ипотеку, и мы, наверное, переедем в какую-нибудь гребанную однокомнатную квартиру. Ну, тесты показали, что дети с умеренной психологической травмой часто добиваются лучших результатов в учении. Но еще раз, то Германия, пусть и с подмосковным подтекстом. Вот пример более зримый и близкий. В Кемеровской области на грани социального бедствия оказалось около трех тысяч человек. Все они работают на угольных шахтах моногорода Полысаева, который живет только за счет шахтеров. Уже несколько лет на шахтах Заречная и Алексиевская задерживают зарплату. Тем временем, конкурсный управляющий готовит предприятие к продаже. В апреле он объявил работникам, что предприятие не удается продать. 2400 человек уволят. Управляющий даже подписал соответствующее распоряжение. Более сотни горняков отказались работать, пока им не выплатят долги по зарплатам. Впрочем, большинство рабочих продолжили спускаться под землю. Кризисная ситуация на предприятии обостряется проблемами с коронавирусом, говорит шахтер. У члена руководства, который встречался с рабочими, подтвердили ковид-19. Все руководство отправили на карантин. Теперь начальства на предприятии нет. Ничего не понятно. Обещали 2300 человек уволить, если не удастся шахту продать. Кризис возвращает Полысаева прямиком в 90-е, которые не заканчивались. Ни государство, ни частный хозяин не хотят, да и не способны этому помешать. Даже продать шахту теперь некому. Рыночек обо всем побеспокоился. Занятно, что еще в 2018-м Полысаево вошло в топ-10 в хит-параде фонда развития моногородов. За пять лет эта организация получила из государственного бюджета почти 18 миллиардов рублей. После визита Путина в Пикалево, зачем-то с участием Внешэкономбанка, под это дело учредили НКО, поставив руководителем зампреда Веба Макиеву. Эти проекты, они гораздо важнее, гораздо ценнее для города, чем поддержка старых производств. Средняя зарплата сотрудника фонда, спасающего моногорода и прописавшегося в центре Москвы, по данным счетной палаты, 270 тысяч рублей в месяц. Это 25 зарплат жителя моногорода Каменка, например. Зарплата Макиевой – миллион. Таким образом, как отмечает портал Life, годовой оклад спасительницы моногородов превышает годовой бюджет моногорода Светлогорьи. Фокус в том, что таких населенных пунктов на карте страны больше 300. И пока правительство несет потери в боях с вирусом в столице, за тысячи километров от МКАД разверзается настоящий ад. Приморье прямо сейчас ждут увольнения 2000 работников городообразующего химкомбината Дальнегорска. 1200 рабочих планируют сократить Алтайвагон. А в Челябинской области о серьезном ухудшении экономики городообразующих предприятий заявило уже 9 моногородов. Что может быть дальше? Друг за другом продемонстрировали сначала Осетия, а потом Якутия, где поводы для недовольства может быть разные, но причины уж очень похожие. Можно, конечно, перенастроить моногорода на выпуск масок или антисептика, как предложили в фонде. Но, кажется, и эта овчинка выделки не стоит. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, гражданам нужно каждый день более 50 миллионов масок, 2 миллиона респираторов, а борющимся с пандемией медикам еще 250 тысяч костюмов и другой спецзащиты. По оценке, потребности выше отечественного производства в 4-10 раз. Запасы рассчитаны всего на несколько дней, а импортировать приходится втридорога. Жалобы медработников в интернете на нехватку костюмов, перчаток, очков, респираторов и других средств защиты не прекращаются уже третий месяц. Две петиции на Change.org даже собрали более 330 тысяч голосов с требованиями обеспечить врачей средствами защиты. Оказывается, Россия, стремительно вырывающаяся в лидеры мировой пандемиады, Россия, широкими жестами раздававшая помощь и сочувствие международным партнерам, ну, чтобы санкции с олигархов сняли, мы понимаем, так вот Россия не может обеспечить средствами защиты своих врачей. Именно поэтому больницы становятся эпицентрами, а медики завалили уже YouTube обращениями, мы так больше работать не в состоянии. Мы готовы и хотим работать дальше, помогать людям, но, к сожалению, мы лишены этой возможности. Мы требуем открытого и честного расследования со стороны федеральной власти. А почему? А потому что за бутафорской патриотической надстройкой слегка подзабыли о производственном базисе. И вот теперь базис жестоко, безжалостно напоминает о себе. Главная проблема, с которой столкнулись, например, все производители респираторов, дефицит фильтрующего материала мельтблаун. В России его почти не делали, производители в основном закупали все за рубежом, в Китае, на Тайване и в некоторых странах ЕС. Сейчас цены взлетели в 10 раз, теперь никто из них, даже Китай, не поставляет и не подтверждает отгрузку. И вот тут оказывается, что Советский Союз в 86-м году производил 450 миллионов респираторов, что был для этого у глупых коммунистов и геронтократов из Госплана, специальный материал, фильтр-полотно Петрянова, разработка советского ученого с такой фамилией. Но какое это имеет значение, ведь... Это все, что мы производили, да, но да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Зато теперь мы не можем произвести даже перчатки, резиновые перчатки в достаточном количестве, резиновые изделия. Казалось бы, с этим-то у правительства не должно быть проблем, но нет. Власти Рубцовска намерены просить у руководителей и владельцев предприятий города средства на обеспечение врачей местных больниц масками, защитными костюмами, халатами, а также питанием. Так в администрации и горсовете отреагировали на письмо ИО главврача городской больницы номер 3 Василия Русских, который пожаловался на недостаток предметов первой необходимости. Как рассказал корреспонденту агентства Банкфакс председатель горсовета Василий Курганский, оказать медикам помощь за счет городского бюджета нет возможности. Письмо Василия Русских адресовано главе города Дмитрию Фельдману, горсовету и председателю общественного совета по развитию предпринимательства при администрации города Ивану Томашевичу. В своем послании исполняющий обязанности главврача жалуется, что в учреждении не хватает элементарных средств защиты, при том, что именно на базе горбольницы номер 3 власть организует площадку для размещения больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, медиков не на что кормить. Подрядчик на обеспечение питанием предварительно определен, но платить ему нечем, так как не определен источник финансирования. На таком-то фоне не очень удивительно, что вирус друг за другом начинает выкашивать аж целых министров. Дай бог, чтобы все диагнозы не подтвердились и каждый из них вернулся в строй. Вот только изменит ли это главный диагноз? Ну а прогноз температуры по палате, как выяснилось, наша палата мало отличается от заграничных, лучше всего делают не врачи, а спецслужбы. Американский департамент внутренней безопасности предупредил силовые структуры по всей стране, что воинственно настроенные экстремисты готовы силой подорвать режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом. Это уже третье предупреждение за последний месяц. Одновременно с таким же предупреждением выступила и бельгийская служба государственной безопасности, опубликовавшая доклад, где предсказывает настоящие восстания по миру, как правых, так и левых радикалов. Эта неделя показала, что предчувствия аналитиков не обманывают. Хайл Хитлер! Хайл Хитлер! Хайл Хитлер! В штате за последние недели полтора миллиона заявок на бирже труда, а всего в США 30 миллионов. Рекорд за историю этой страны. Трамп поддержал разгневанных мужчин твитом. А вот это уже Ливан, ближневосточная Швейцария. Еще одна разбитая витрина капитализма, где на улицах разворачивается революция голодных, так ее окрестили журналисты. Как нетрудно догадаться, революция голодных не бывает ни оранжевой, ни розовой, ни жасминовой, ни цветной. Вопрос, что дальше? Пока ситуация с московскими мигрантами не имеет разрешения. Вся их надежда на праздник Рамадан, который начнется 24 апреля и продлится месяц. Думаю, что пройдет еще максимум дней 10, и в Москве могут начаться беспорядки. Мне приходят сообщения и такого содержания, мол, если вы не будете нам помогать, если не пришлете хотя бы гречку, яйца и масло, любые другие дешевые продукты, если нам не поможет государство, мы пойдем воровать, потому что иначе не выжить. Неизвестный напал на мужчину на востоке Москвы и забрал у него пакет с продуктами. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу неизвестный, подойдя сзади неустановленным предметом, нанес удар мужчине, похитил у него пакет с продуктами, а затем скрылся, сказали в пресс-службе. Сумма материального ущерба устанавливается. Возможно, этот прогноз сетевого издания преувеличение, ведь нас убеждают, что производство еды организовано предпринимателями лучше, чем производство масок или лекарств. Гречки хватит всем. Вирус продемонстрировал главное. Кризис интернационален, как интернациональный безработица, голод, жадности, спекуляции, беспорядки и беспомощность властей. Обращения российских медиков мало отличаются от забастовок вот этих врачей в Бразилии. Трупы на улицах эквадорских городов мало чем отличаются от трупов, найденных на неделе в Бруклине. Вроде бы не вирус-убийца, но просто частные похоронные конторы перестали справляться с нагрузкой. Кто-то обнаружил лужи крови под грузовиками и вызвал полицию. Понятия не имею, что там насчет законности. Я так понял, что тела могли лежать в них несколько недель. Любой капиталистический кризис — это в первую очередь кризис перепроизводства. Ведь синоним капитализма — это анархия. Когда в канавы сливают непроданное молоко, когда сжигают продукты или утилизируют электронику, это мало кого трогает. Но когда выясняется, что подлежащим утилизации товаром, скоропортящимся, недорогим, нередко совершенно ненужным товаром стал человек, то есть каждый из вас — шахтер, гостарбайтер, учитель, врач, предприниматель или полицейский — это все меняет. Не правда ли? Увольнение на самом деле — это процесс. И если вы в этом процессе пройдете пошагово по всем ступеням, то вы не будете, скорее всего, чувствовать себя сволочью. Очень важно не затягивать. И помним золотое правило менеджмента — нанимаем долго, увольняем быстро. В увольнениях нет ничего страшного. Просто вот так будет улетать, вы такие «ты уволен, ты уволен». То есть это будет действительно просто. Это уже входит в навык. Вы понимаете, что ничего страшного не происходит. Поэтому я советую вам соглашаться на те условия, которые мы вам предложили. Если нет, то можем перейти к более жестким условиям. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.